Значит, я не шучу. Значит, для мышки сыр, а для рыбы это? А для мужчины и женщины? Четыре большие приманки. Иоанн говорит три, мы добавляем четвертое. Секс. Богатство. А вы чего смеетесь? Знакомое слово услышали? Третье – гордость. И четвертое – лень. Четыре большие искушения. И у нас у всех есть эти. Кто говорит, что у него нету этих, то поставьте гордость на первом плане. Четыре больших искушения, и у каждого человека они идут в собственном порядке. Дома приходите и ставьте, расставляйте, поговорите с мужем и женой, как они у вас идут. Еще раз повторяю. Секс. Деньги. Гордость. И лень. Поэтому дьявол, он расставляет приманки и говорит, так, тот, тот на похоть. А ну, давай, давай, ему, оно ему такой веб-сайт, раз, кидает, оп, поймал. Вот он мой. И когда рыба сцепилась, она поняла уже, что не то делает, и хочет в другую сторону. Но уже боль усиливается от того, что она хочет в другую сторону. И люди, которые поймались, знают, о чем я говорю. Потому что мы все много раз ловились. Дьявол знает, кто падки на деньгах. И он выставляет ему разные дилс. Много-много домов, чтобы попался сразу. Чтобы потом много лет еще не смог вытащиться отсюда. Он знает, которые падки на, скажем, на гордость. Он так делает, чтобы тот человек гордился. И гордость Павел в 13 главе, говорит, это надувается. Знаешь, он надувается, надувается, надувается. Он смешно уже выглядит. А он не видит. Знаешь, гордость это как запах изо рта. Всем неприятно, а ты не замечаешь. И четвертая лень. Посмотрите еще раз процесс. Первая – приманка. Вторая – если ты увлекаешься, то происходит что? Зачатие. Третья – рождение греха. И четвертая – смерть. Вы думаете, что рыба мечтает попасть на сковородку? Нет. Но именно этим заканчивает на сковородке. Грех всегда процесс. Когда слышите, человек – ой, внезапно я согрешил. Меня довели. Ты внезапно согрешил. Грех всегда во множественном числе. Он уже произошел. Грех произошел в твоем сердце. И потом выходит и наяву. Поэтому никто не хочет закончить на крючок. Но как много раз по глупости мы попадаем. Я не говорю здесь как мастер, который не попадает. И я попал много раз. И что? Только боль. Только пока не каешься, пока не исправляешься. Если вы думаете... Я когда слышу в церквях, Боже, прости, если согрешил. Да согрешил. Скажи, чем согрешил? Это не покаяние. Прости мои согрешения. А какие? Это не покаяние на самом деле. Это просто такая лицемерная форма уйти от стыда. А грех – это стыд. Давайте говорить правде в глаза. Если кто-то не знает, что такое грех, это не попасть в цель. Это представьте себе, что вам дали лук и говорят, видите пятна на луне? Начинай стрелять. Но я хочу, чтобы ты прямо посередине пятна попал. И через три дня ты уже понял, что тебя обманули. И приходишь и говоришь, ну что ты издеваешься надо мной? Ну не можно попасть. И вот примерно так мы живем. Хотим попасть в цели. Сделать точно, что хочет Бог. Когда мы делаем точно то, что хочет Бог. Абсолютно точно. Когда ты восполнен Духом Святым и Вадимом Духом Святым. Правда? Вспомните на этот месяц, сколько мгновений были восполнены Духом Святым. Полностью Вадимом Духом Святым. Теперь подумайте, что вы делали остальное время? Грешили. И если у вас в памяти нету сейчас все ваши грехи, это потому, что Бог в благодати не открывает им вам все, потому что вы, как и я, пошли бы повесились, как Юда. От шока, насколько мы ничтожны. Поэтому, когда вы думаете, что вы не грешите, вспомните только то, что мы живем в каждом мгновении по благодати Христовой. Бог хочет, что хотя бы мы сознательно не грешили, не пошли на большие грехи и потихоньку научились держаться, вцепляться в Него. Но никогда не говорите, если я согрешил. Согрешил несколько миллионов раз в день. Единственное, что тебе нужно чуть-чуть взять время, подумать и сказать Богу. Поэтому грех происходит процессом. Сначала идет приманка, потом приблизился, значит обязательно произойдет что? Зачатие. После зачатия обязательно произойдет рождение. И после рождения произойдет... Теперь скажите, вы поняли связь между испытанием и искушением? Какая? Те же события, может быть, либо испытанием, или искушением, да? Когда будет искушением? Когда ты ропщешь, когда ты винишь другого, когда ты открыл рот и на кого-то кричишь, тогда это искушение. Когда это будет испытание? Когда взываешь к Господу и когда ты просишь мудрости пройти. Как нам радуется, Виспаданик? Когда ты понимаешь, что получишь. И Бог обещает на земле четыре вещи. Говорим их. Терпение. Духовная зрелость. Мудрость. Блаженство. И однажды, когда придешь на небесах, венец жизни. Вы знаете, что мы получим венец жизни в один день. Я был на соревнованиях много раз. И когда побеждал, я ждал медаль. Но тебе его не дают, пока не будет день награждения. Медаль не дадут, нам не дадут венец, пока не будет день награждения. Павел говорит, это онный день. День награждения. Каждый получит, значит, венцы. Мы получим, обрадуемся. И вдруг мы увидим картину. Откровение с четвертой главы. Мы увидим, что 24 старца идут и свои венцы возлагают к подножию трона Иисуса Христа. И говорит, только ты, Господь, достоин. Оказывается, ты работал в нас. Оказывается, все, что хорошее произошло во мне, это не я. Я много раз так спрашиваю, кто на этой неделе сделал хоть одно доброе дело. И всегда появляются смельчаки, которые поднимают руку вверх. А я говорю, слушайте, а как тогда Павел сказал, что мы умерли, не я уже живу. И как тогда, понимаете слова Павла, ничего хорошего не живет во мне. И как тогда, понимаете, слова Якова, не обманывайтесь. Если что-то хорошее произошло, не от тебя-то произошло, от отца. Так если мы умерли, как можно, мертвецы, делать добрые дела? Ты же мертвец. Не понимаешь, что такое мертвый. Мертвый означает абсолютно ничего не делать доброго. Так вот, когда мы увидим, что 24 старца будут возлагать, только тогда мы полностью поймем, что оказывается Иисус в нас работал все это время. Когда мы не обращали внимания, Он работал через нас. И тогда мы скажем, нет, только ты достоин, ты достоин, и мы будем возлагать к подножию Его трона. И как будет стыдно, если нечего будет возлагать. Поэтому Яков хочет, чтобы мы полностью поняли, что испытание – это проверка нашей веры, проверка нашей любви. И Бог не проверяет нас на самом деле. Он проверяет то, что Он дал. Для чего? Для того, чтобы развивать в нас терпение, совершенство, мудрость, блаженство, венец и дать венец жизни. И мы не получим эти венцы жизни в процессе испытания. Поэтому они проходят, и ты не видишь этот венец. Но придет день, если мы верою смотрим туда, придет день, когда ты увидишь все, все ситуации жизни, когда ты прошел, когда ты не роптал, когда ты не увидел пастора, диаконов, кого-то, мужа, жену. И Бог скажет, раб мой, подойди, зайди в радость Господина. И мы получим эти венцы. Мы знаем, что искушение – оно абсолютно противоположное действие. Искушение делает нас, чтобы мы оболчались, увлекались этой приманкой. И потом доводит до зачатия. И уже Иисус, говорит, совершил грек, уже здесь, внутри. Но грех-то не находится внутри, он долго не задерживается, он должен рождаться наружу. Поэтому нам нужно покаяние, потому что он обязательно выйдет, он обязательно выйдет наружу. И это будет рождать, конечно, смерть. Поэтому, смотрите, два выхода. Но я хочу сейчас, чтобы вы увидели одну важную вещь. Я хочу, чтобы вы нашли сейчас два вида семян. И два вида рождения. Посмотрите, начиная с 12 стиха по 21. Найдите два вида семян. И два рождения. Рождение происходит только от семени. Два вида семян, два вида рождения. В пятнадцатом стихе первое семя написано, похоть же зачав. Где семя? Похоть. Похоть дает зачатие. Это первое семя, правильно? Слово используется зачатие. Если не знаете, спросите женщин, они скажут, что обязательно зачатие происходит от семени. Кто-то уже проходит через испытание. Значит, второе семя. Давайте найдем второе семя. Посмотрите, в восемнадцатом стихе. Он родил нас словом истины. Посмотрите сейчас два вида рождения. В пятнадцатом стихе похоть что рождает? Посмотрите рождение другого в двадцать первом стихе. Тут то же самое, насаждаемое, насаждается семя. Значит, рождение, что рождает? Спасение. Подождите, вы же сказали, что Яков написал уже рожденным свыше, правильно? Так сказали. Павел, то есть Яков написал уже верующим, правильно? О чем он говорит тогда в двадцать первом стихе, что нужно принимать, оказывается, насаждаемое слово, которое может спасти ваши души. О каком спасении он говорит, если он обращается уже к спасенным? Ага, поймал я вас. О каком спасении он говорит, что я хочу сказать, 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 что я хочу